Сейчас мы расскажем про лучшего мастера в нашей стране по волоскам. Я училась по твоим видео, это классно. Время попросить прощения. И я так постараюсь сказать, чтобы и те не разозлились. Они же наверняка на меня имеют компромат. Я просто ее уничтожу. Ему просто сорвало крышу от этого. Потери, которые она получила из-за этого, они колоссальны. Ты что, вообще больная? Я думаю, она тупая просто. Все. Не врите, не воруйте и всегда говорите правду. Я аж всплакнула, если честно. Абсолютно новый, вдохновляющий и интересный процесс. Знаешь, сейчас прям все очень хорошо. Прям вот прям отлично. Жить нам больше не на что. Прямо сейчас мы сидим на ступеньках нашей студии, с которой все начиналось. И здесь же была и школа. В прошлом видео Лена это все пыталась ломом сломать. В итоге на ремонт и на постройку нового помещения на ремонт ушло порядка, наверное, трех месяцев. И мы потратили очень много денег. Сейчас покажем на что. А пока мы поговорим о том, к чему мы пришли. Прошло уже больше, наверное, в этом году будет ровно 10 лет, как мы начали бизнес, связанный с татуажем. И в этом году этот год, это первый год, когда мы не зарабатываем на татуаже. Напомню, что все студии в прошлом году мы передали партнерам бесплатно. Маргарита Мастепан получила студию в Москве и часть в Казани. Это работающие филиалы, и они очень благодарны нам, эти партнеры. Женя Якушкина получила по прошлому видео, как вы помните, часть филиала в Краснодаре. Я из Сева, это мой партнер в Воронеже, получил свою часть в Воронеже. Мы все переоформили на них в прошлом году. Поэтому никакого поступления денег ни от чего, кроме производства пигментов у нас нет. Поэтому, если вы смотрите это, если эти видео будут вам полезны хоть чем-то, самое лучшее, что вы можете сделать, перейти по ссылке в описании и купить наши пигменты. Я буду их максимально продавать, потому что жить нам больше не на что. Почему мы не продали? Потому что намного больше головной боли с оценкой, с торговлей. В итоге мы сделали широкий жест. И самое интересное, что если бы те партнеры, которые нас предали и украли у нас эти части филиалов, проявили себя достойно, прямо сейчас они бы получили эти филиалы тоже бесплатно и были бы частью нашей команды и получали бы нашу поддержку. Поэтому это подтверждает принцип, что нужно расставаться с людьми честно. И не надо никогда никого обманывать. Мы этого правила придерживаемся, люди, которые с нами работали и украли у нас часть бизнеса. В итоге сейчас я уверен, что очень сильно жалеют. Мы сейчас находимся в моем кабинете. Это процедурная, в которой все оборудовано для того, чтобы снимать видео. Она, в общем-то, только для этого создана. А, но еще для того, чтобы тестировать новые пигменты, которые у нас в процессе. Мы постарались максимально сделать красивым наше место для работы. У нас картины настоящие, они нарисованы нашим известным в Краснодаре. Но, мне кажется, в узких кругах люди, которые стрит-артом занимаются вот этими огромными росписями. Это Гузи, Гоша, который расписал нам дом, расписал нам его внутри, снаружи. И потом мы решили здесь тоже заказать у него картины. И они сделаны так, чтобы, если вдруг что, это помещение у нас в аренде, чтобы мы могли их снять и унести с собой. И вот эти цвета, они мои любимые. Вообще, мне так все нравится. Я сюда прихожу, и мне прям здесь хорошо. Надеюсь, нашим работникам тоже здесь хорошо. 2020 год у нас начался на самом деле с поисков помещения. То есть, мы хотели с этого помещения уехать, снять его где-то ближе к центру. Оно должно было быть гораздо более большим. То есть, я все еще говорю про розницу. И мы ездили, смотрели несколько больших классных помещений с Димой, с Женей Якушкиной. Выбирали, приценивались, прикидывали, сколько денег мы потратим на ремонт. Вот это все, и я прям чувствовала, что меня это угнетает. То есть, и Москва говорила, нам тоже надо переехать. У нас здесь там, короче, вот эти вот предстоящие траты, большие траты. Опять на розницу, которой я не хотела заниматься. И А Дима, тем более, давно уже не хотела ею заниматься. Они меня немножко угнетали. Но как бы ты когда вот встал на колею, ты должен, ты обязан, ты продолжаешь это делать. И вот в этом я находилась. И пришел коронавирус, пришел карантин, пришло много свободного времени. Это ощущение, когда ты... Давайте я расшифрую, что такое розница. Розница – это услуги татуажа, которые оказывала наша студия. И когда ты строишь или открываешь новую студию, в нашем случае означает, что это минимум 2 миллиона на ремонт. Это минимум. И мы понимали, что эти деньги будут отбиваться долго. У партнера, который эту в Краснодаре, у Жени Якушкина. У нее не было на это денег. Мы понимали, что мы все делаем из своего кармана. И мы вот с функцией большого брата, на нас надеются, мы не можем их подставить и бросить. И вот с этими надеждами на нас, на самом деле, это все давило. И нам неинтересно было заниматься самим татуажем, потому что эти клиенты... Ну, короче, это уже просто рутина, которая очень сильно напрягала. И тут наступают оплачиваемые нерабочие дни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы. Это когда работодатель оплачивает работникам, не государству, а выходные... Да, мы тут охренели немного. Потому что оплачиваемые дни означают, что мы должны из своего кармана оплатить сотрудникам, которые у нас работали, всю их зарплату. Естественно, никто ничего не оплатил, потому что... Да нафига! Еще один стимул не работать в белую в нашем государстве. Это вот такие вот подарки от нашего замечательного правительства. Поэтому мы, в общем-то, ушли на карантин. Были разные страхи, было ощущение неизвестности, что делать. Мы реально боялись, что будет дальше, что будет с бизнесом дальше. И в этот момент Лена приняла мужественное и волевое решение. Это было вот так. Мы начали гулять с собаками очень много. По три-три с половиной часа мы уходили в поля, потому что всех посадили дома. Нельзя было выходить на улицу, во дворы, никуда вообще. У нас, вот где мы живем, в нашем поселке, лавочками перегородили улицы, какие-то ленточки натянули. Ну, типа, нельзя гулять. И мы брали собак, а с собаками можно было куда деваться. И уходили через там... Короче, в поля. И там мы много разговаривали, вот мы обсуждали эти свои страхи. Я говорю, Дим, вот я понимаю, что я не хочу опять вот этим заниматься. Я не хочу терять деньги. Я не хочу тратить их на Москву, на Краснодар, там, я не знаю, на Воронеж, на наши филиалы, которыми мне вообще не хочется заниматься. Мне не хочется решать эти проблемы. И я в предчувствии, ну, что я их потеряю, эти деньги. То есть, я не особенно верила, что мы их вытащим, потому что заниматься этими бизнесами уже не хотелось. А когда ты просто даешь деньги своему партнеру, как он там распорядится, как он будет там, не знаю, заниматься персоналом, продажами и так далее, ну, ты не уверен. Потому что, в принципе, все эти годы у нас шла такая вялотекущая война с партнерами. Ты говоришь одно, они хотят другое. И чем дольше существует филиал, тем как бы громче становится голос партнера. Я лучше знаю, я на месте нахожусь, вот это вот, вот с этим ты воюешь. И тем не менее, ты постоянно, Аня, дай, дай, дай вот эти вот на какие-то траты, на зарплаты. Краснодар вообще ежемесячно у нас получался, что не хватает на зарплату. Да, дай еще, не хватает на там что-то. Вот сейчас время аванса, давай займорганизация. Ну, и я Диме предложила, говорю, Дим, давай просто подарим филиалы. Вот просто мы ничего не берем, не просим, ни выплат, ни пересчетов. Вот просто филиал ваш, что хотите, то и делайте. Хотите в субаренду сдавайте, хотите всех распускайте, поднимайте зарплаты, опускайте зарплаты. Вообще, что хотите делать? Мы не вмешиваемся, не советуем, не просим никаких выручек, частей. Вообще ничего, короче, просто это вам подарок. Я не помню, я не помню, как мы сообщили им об этом. Ты помнишь? Да. Расскажи. Я объявил, у нас есть чат руководителей о том, что мы дарим наши части, то есть 50 на 50 были разделены филиалы, мы дарим их другим партнерам. Ну, соответственно, им же. Они теперь полноправные собственники. Более того, у них нет никаких обязанностей по отчислению ройалти, или мы не берем никаких денег за то, что они пользуются нашим товарным знаком. На самом деле, на тот момент нам это было выгодно, чтобы они оставались внутри компании, потому что большая управляющая компания, которая занималась в том числе и обслуживанием продаж пигментов, и там, и CRM-системы и так далее, стоимость разделялась на всех партнеров. Это помогало нам сэкономить. Это был такой симбиоз. Отреагировали они все сдержанно. Первое, что они подумали, естественно, что мы что-то замышляем, ну, как мне показалось. Потому что мы потом с Марго общались, и она говорит, первая мысль так, а что они хотят? Где подвох? Где подвох, что все бесплатно им дают? Подвоха никакого не было. Мы действительно все отдали бесплатно. Когда мы все это объявили, я продолжала ходить на работу, снимать свои видосики. У меня там были какие-то записи моих моделей, которые приезжали из других городов, запланированы заранее. И я приходила на работу. Вернее, я помню тот момент, когда я пришла на работу, то прямо на следующий или через день, может быть, от того момента, когда мы сказали, что все мы отдаем своим партнерам. И здесь наш бывший директор Женя Барышева и Женя Якушкина прям вот ходили, что-то считали, пересчитывали. Я такой, что это такое? Сижу, делаю процедуру и понимаю, что они что-то ищут, вот что-то потеряли, какой-то планшет или ноутбук. И я сижу, делаю процедуру и понимаю, что прям вот Женя Барышева, которая несет ответственность за материальные все ценности в студии, она прям в растерянности, потому что она очень честный человек, она никуда его не могла деть, но его нет. А сисадмин говорит, что вот он в сети, я его вижу, короче, не могут найти. И тут вдруг Юру сисадмина осенило, он говорит, да он же, говорит, в цехе порозливый этот вот планшет, по-моему, они искали. То есть Женя Якушкина, вот прям она, вот я прям помню этот момент, он должен быть здесь, типа того, что он числится в списках имущества студии, поэтому он должен быть здесь. Я прям растерялась, я не знала, что сказать. И они ушли дальше, я сижу такая, как будто в говно окунули, такое странное ощущение. Работаю и думаю, и понимаю, что там Женя Барышева напрягается, ходит, потому что они считают все, начиная там, не знаю, от карандашей каких-то старых машинок, вот все-все-все пересчитывается. Хотя по идее Женя Якушкина, она же была и партнером, она тоже в этом месте работала, несла, по сути, не то чтобы ответственность, понятно, что директор за материальные ценности отвечает. Барышева Женя в растерянности, потому что Якушкина Женя пересчитывает все-все-все, и она этим пользовалась сама, и тут такое ощущение, что... Мне, кстати, Женя потом сказала, она говорит, у меня такое ощущение, что она меня уволит, а вот сейчас мы тут считаем, ищем какие-то недостачки, хоть какой-то неприятный такой осадок был. И в этот же день, когда они это все посчитали, я заканчиваю процедуру, Женя Якушкина ко мне подходит и говорит, Лен, я тут вот подумала, мы все посчитали, все подбили, тебе нужно начинать платить за расходники, которыми ты пользуешься здесь. Мы тебе выделим отдельную коробочку, там будут лежать всякие простынки, пеленки, вот эти вот иголки, что-то такое. И я вообще просто, я просто, я аж всплакнула, если честно, потому что какой-то благодарности, вот знаете, осталась студия со всем имуществом, с предоплатами на обучение там на полтора или миллион семьсот, короче, мы ничего этого не взяли, с какими-то перспективами, с кучей мастеров, то есть это можно было развить. И она мне говорит, ты должна мне платить за расходники, раз ты здесь работаешь. И тут же какой-то вопрос всплыл о том, что я должна как бы субаренду платить, работая в этой же студии за свое рабочее место. И это все такое, ну, я такая думаю, ну, ахер мне-то надо. То есть любой человек, которому я скажу, что мне нужно рабочее место, я буду иногда приходить и с тобой тут общаться, какие-то новости обсуждать, какие-то техники внедрять. Но он обосрется от счастья с моей там медийностью, с какой-то энергией, которую я даю. И тут мне вот такое говорится. А до этого, в момент, когда мы, это тоже такое, оно как бы потом все вспомнилось, в момент, когда Дима написал в чате, что мы все, отдаем вам вот это все, мы ничем не занимаемся, Женя мне написала, Лен, ну, вы, конечно, отдаете, но давай ты последний раз зарплату персоналу выплатишь, займ вот мы там оформим. Я говорю, Женя, ты что, вообще больная? Ну, как это, я не буду, все, мы тебе отдали, разбирайся. Хочешь, просто всех уволь, останься одна, работай в одно лицо, зарабатывай, забери себе всех клиентов, я не знаю, ну, как бы, ну, я не буду решать уже проблемы студии, которую я вот так вот себя стряхнула, я не хочу ею заниматься. И это вот все, оно как бы одно, оно случилось буквально в три дня, вот в промежутком, там, не знаю, в сутки, вот эти все вопросы, которые возникли, которые меня, я тебе не говорила об этом, да? Я все, я не знаю, мне кажется, я все пыталась. Мы с ней там выяснили, она всплакнула, сказала, ой, как я могла, я сейчас поняла, что я была не права, там, тра-та-та, я говорю, это ненормально вообще такие мне говорить, после стольких лет работы вещи, что я должна тебе за расходники, за пеленки, е-мое. И Диме я это не говорила, потому что он всегда был плохо к ней настроен, он бы, не знаю, разозлился, да? Разозлился? Да нет, ты мне как раз таки сказал об этом, я сказал, что ты сказал, ой, ну, мне это не нравится, я буду искать помещение себе маленькое, в котором я буду работать сама. Я говорю, ну, вообще-то, любой мастер татуажа обосрался бы от счастья, что там приходит Нечаева, и она тренирует, чему-то учит мастеров, отвечает на какие-то вопросы. Более того, это такое, ну, там медийность очень сильная, которую по какой-то причине, ну, я знаю, по какой, Женя не оценила и не увидела. Ну, потому что у нее очень туннельный синдром зрения, она не видит широко. Как предприниматель она очень слабая. Ну, как бы, это моя оценка, ничего. Как мастер она очень хорошая, как предприниматель она очень слабая. И я о Лене говорил о том, что у Жени есть талант принимать максимально неправильные решения, и все вот веер решений возможных, и Женя выбирает самое неправильное. То есть выбор, так знаете, как кто хочет стать миллионером. У вас есть возможность, чтобы в вашей студии время от времени работал мастер с самым большим количеством подписчиков на YouTube. Итак, ваши действия. Заставлю платить за расходники, обрадуюсь и выделю рабочее место по первому требованию, пошлю ее нахер, и четвертое, заставлю ее платить аренду. Вот, пускай выбирают, и она выбрала самое плохое. Как бы, еще раз, это ее выбор, не осуждаю. Но это, с точки зрения предпринимателя, это выбор неграмотный. А ты не думал о том, что все ее решения, которые нам казались ненормальные, с точки зрения, вот, как бы, логики просто, они были, это же про двойное дно, они были потому что она там тогда, то есть... Нет, я думаю, она тупая просто. Все, это мое мнение было на протяжении всего общения. Причем есть тупые образованные, вот это, как раз-таки, ее случай. Она глупая, но образованная. Итак, мы в процессе, у меня появилась гениальная идея, как в коронавирус сделать суперприбыльную студию татуажа, потому что все были закрыты, и у меня была идея следующая. А, точно, мы ее в полях надумали. Ты верни, я такая. Да, она отказывалась. Значит, идея следующая. Делается студия татуажа без ресепшн, с одним мастером. У мастера есть туалет, зона отдыха и процедурная. То есть, ты приходишь, открываешь дверь, сразу снимаешь одежду, вешаешь, к мастеру проходишь, мастер работает с тобой в полностью биологически защитном костюме, вот этом противочумном. Понимаете, да? То есть, везде супер какие-то вещи, которые дезинфицируют. Мы получаем сразу, стандартизируемся по классу биозащиты какой-то, в которой позволяет нам работать, даже когда чума на улице. И я предполагал, что часть людей, которые ездят в машине в масках, ну, которые повернуты на гигиене, вот на асептики, антисептики и прочее, они даже после того, как эпидемия коронавируса закончится, будут приходить и выбирать именно эту студию. Мне бы интересно посмотреть, конечно, было бы сейчас на эту студию, чтобы вот мастер работает чуть ли не через защитный экран, манипуляции там у него для того, чтобы, не дай бог, не заразить. И это, типа, давало нам конкурентное преимущество работать, когда все другие закрыты. Ну, мы же можем указывать такие услуги, потому что у нас станут сертификаты, лицензии и прочее. Но это оказалось утопией, как, собственно говоря, предрекала Лена, и она оказалась права. Это тупиковый путь эволюции для студии татуажа. Но я очень увлекся этой идеей, и говорил, эй, мы сделаем, вполне возможно, кстати, и зашло бы. На какое-то время мы бы сняли сливки с этого рынка, когда все были закрыты. Поэтому, а процедуры делать надо было. Ну, да, был такой период, когда все в маразме были прям. А также, когда мы гуляли по полям, наши длинные прогулки, мы надумали, придумали сделать распродажу, потому что это карантин, все сели дома, все страны сели дома, никто не работает. Никаких конференций, никаких мастер-классов. Закрылось вообще все, и я говорю, Дим, слушай, у нас есть такой продукт вообще офигенный. А мы уже вроде как сделали раз, и забыли, решили все. И мы, я, наверное, в течение где-то месяца продавала ее каждый вечер, я выходила в эфир, и мы сделали такую распродажу, которая нам позволила с таким комфортом прожить карантин. Не в плане, там, мы заработали денег на то, чтобы жить в карантин. Нет, это создалась такая прям большая подушка, которая нам позволила выдохнуть и не бояться, сколько бы там карантин не длился. Ну, продажа получилась прям грандиозная, распродажа, потому что спустя там где-то полгода ноги начали вот так пытаться продавать, но мне кажется, мы прям срубили, самые сливки собрали, потому что мы были в самом начале, все скучают, работы не хватает. Время потреблять информацию, вот, высвободилось в огромном количестве, и мы такие, хоба, найти-ка вам наши распродажи, да? Это было классное ощущение в плане. Вообще, мы все время жили в состоянии голода денежного. У нас не было никогда денег, чтобы, например, прожить, не знаю, там три месяца, ну, три, наверное, мы прожили бы. Там несколько лет. Да, допустим, год прожить без доходов мы бы не смогли. Сейчас, после этой распродажи, мы могли несколько лет жить вообще, не получая денег, ниоткуда, и у нас бы все равно были деньги. Это ощущение, оно очень интересное, оно родило, знаете, такой эффект, когда мы могли делать то, что мы захотим. Мы отдали партнерам студии, мы решили, что мы сделаем ремонт помещений, и более того, мы прикидывали, что примерно эту сумму, а так и получилось, кстати, мы потратим на помещение, вот здесь, в котором мы находимся, и это дало определенную нам свободу. Сейчас, к сожалению, уже вы не сможете даже купить те вебинары, которые были, но не расстраивайтесь, ровно через год, после того, как мы сделали эту распродажу, мы их опубликуем на YouTube, они будут уже бесплатными. Те люди, которые воспользовались этой распродажей и купили по, там, с огромной скидкой эти вебинары, я уверен, они жалеть не будут, потому что весь этот год они обучались, и в конце года они заработали столько денег, что это с лихвой окупило те издержки, которые они получили. Наверняка будут жмоты, которые будут писать, чтобы я еще раз, сорян, больше таких распродаж не будет, и, наверное, продажей информации мы больше не будем заниматься, за редким исключением, каким расскажет Лена. Кстати, я на самом деле не публикую вообще на 100% практически те письма, которые мне приходят от подписчиков, которые купили, обучались, а мне приходит их очень много. И на фоне тех, там, двух-трех сообщений, как вы могли отдать бесплатно что-то, что я купил, там, полгода назад, это прям незначительно вообще, поэтому меня не парят такие жмоты. Да, вот, в общем, распродажа помогла нам расправить крылья и почувствовать, что мы, в общем-то, защищены в карантин. Чего не скажешь о бедных европейцах, которые до сих пор сидят в этих локдаунах и вообще не представляю, как люди умудряются выживать в Европе. Но, тем не менее, в России сейчас все отлегло, все нормально. Тогда этого ощущения у нас не было, что все это пройдет, карантин пройдет и мы будем зарабатывать, как никогда тогда. Прежде чем мы сменим очередную локацию, я расскажу про новое помещение студии. Мы заняли два этажа студии производства. Из них на первом этаже находится логистический склад и процедурная, и отдел логистики, а на втором этаже находится, на третьем этаже, получается, здесь второй, третий, на третьем этаже находится производство. Подробную экскурсию про производство и про вообще, что здесь было и как это будет, мы обязательно выпустим и скорее всего она есть по ссылке в описании к этому видео. А пока мы меняем локацию. Мы сейчас в шоуруме Any Pigments и это третий этаж, там, где проходят экскурсии для всех желающих. Повторюсь, если вам интересно посетить наше производство, в описании есть ссылка на онлайн-запись Welcome, не сдерживайте себя, вам проведет наш тренер подробную экскурсию по новому производству. Итак, в 2020 году мы наняли целую команду маркетологов, ну мы, наверное, это я все-таки нанимал, это люди, которые работали совсем другого уровня, это люди, которые работали в группе Такси Везет, это огромный холдинг и в общем я оттуда забрал целую команду и мы решили эгэй, сейчас победим. Как показал опыт, люди, работающие в крупных компаниях оказались неэффективны тогда, когда речь идет про результат, то есть достижение результата это не про крупные компании. Надуть щеки, показать статистику, да, достичь результата, нет. Помните об этом, если вы вдруг захотите работать с маркетологами и начнете их искать. Не нужно нанимать людей с большим прошлым, с большими амбициями, которые оказались позади. Нужно нанимать молодых, интересных, не титулованных маркетологов. Мы опять работаем без рекламы, сейчас, может быть, какая-то на обостаточном виде есть, но, в общем, мы прямо сейчас развиваемся органически, то есть мы не вкладываем деньги в рекламу. Весной мы начали новое для себя дело, мы, наверное, я все-таки, Лена, этим делом не очень интересуется, мы начали инвестировать в классические инструменты инвестиции, консервативные, это акции, облигации. Не надо путать со спекуляцией, мы готовим все-таки себе большой инвестиционный пакет на пенсию, и мы начали активно скирдовать сейчас возносы, об этом рекомендую, кстати, подумать всем. Делайте инвестиции, думайте о своем будущем, думайте, читайте обязательно «Богатый папа, бедный папа», и думайте о том, как обеспечить безбедную пенсию. На самом деле, когда он приносит мне телефон и показывает, смотри, а вот здесь выросло уже, я понимаю, что растет вот эта подушка, которая у нас на пенсии будет обеспечивать, и я становлюсь все спокойнее и спокойнее. Вот у меня реально много лет было ощущение, что у нас вроде есть деньги, но у нас их нету. То есть, не было ощущения защищенности, моя какая-то вот эта ящерица, моя безумная, которая все время заставляла, не знаю, нервничать из-за того, что нету подушки финансовой, вот этой безопасности, она сдохла. Теперь я такая спокойная, это важно. Теперь поподробнее про нашего бывшего партнера с Женю Якушкину, которая была партнером студии в Краснодаре, которая не предала нас и осталась с нами, как мы думали. А вот здесь прямо сейчас идет розлив пигментов, и это наше производство. Прямо здесь из шоурума с прозрачной стеной, как мы любим. Но в этом же самом месте ровно полгода назад находилась школа татуажа Елены Нечаевой, где проходили все курсы, и здесь же проходила запись интервью с Женей Якушкиной, которое прошло не так гладко, как мы на это рассчитывали. Лена расскажет сейчас поподробнее. Я хорошо помню этот день, как все проходило. За пару дней до того, как мы должны были снимать видео с сотрудниками, оно на нашем канале, можете пересмотреть, где-то здесь появится ссылка на него. Я с Женей Якушкиной сказала, я считаю, что ты должна сняться вместе с сотрудниками, потому что, во-первых, ты ключевой сотрудник, ты мастер, во-вторых, ты директор была на тот момент, когда все проходило, и потенциальный партнер, который вложил деньги, чтобы стать партнером, а в-третьих, ты мой друг, который вообще, как бы знает вообще все изнутри абсолютно. И я помню, она сказала, мне бы не хотелось. И в-четвертых, Лена хотела, чтобы Женя, которая побывала в ситуации изнутри с рейдерским захватом наших студий, рассказала, как это было, и тем самым была бы живым свидетелем того, что Куцеволова и компания завладели нашими активами, ну, как бы, просто украли у нас все. Это было желание Лены, когда мы говорили, ну, Женя, ну, все, проходи, она говорит, я не хочу. Не, не так было. В этот день она здесь находилась, и я ей говорила, что я хочу, чтобы она снималась, но она как-то обтекала этот вопрос, и вот в этот день она здесь находится, я говорю, Женя, ты должна сняться, Дима говорит, ну, если, а, она говорит, я бы не хотела, я бы не хотела, потому что, скорее всего, я буду тоже выступать на каких-нибудь конференциях, мне надо будет с ними встретиться, и я вот не хотела бы обострять. И Дима такой говорит, ну, раз она не хочет, ладно, будем снимать. Он вообще никогда ни на кого не давил, просим сняться, человек снимается, не хочет, не снимается, или там, как Женя, снялся, хотел, потом получилось так, что на то, ее уволили. Или был момент, когда наша бывшая директор Женя Барышева снялась, потом попросила удалить и вырезать ее из видео, мы вырезали, проблем в этом никаких нет. Я о том, что мы никогда никого не заставляли, это всегда была добрая воля наших сотрудников, работников, там, не знаю, ну, короче, персонала. А Женя не захотела, но мне было важно, чтобы она снялась, в принципе, да, ты прав, чтобы она, как живой свидетель, подтвердила мои слова, потому что, ну, как бы я говорю, 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 рассказываю про кого-то, что-то плохое рассказываю, а это только моя точка зрения, потому что плохиши молчат, никаких комментариев не дают, и, ну, вот, мне надо было голос друга. И Дима говорит, не хочет, пусть не снимается. Я говорю, нет, Женя, я хочу, чтобы ты снялась, потому что вот тут сейчас я для себя сделаю большие выводы, потому что, во-первых, все эти годы меня, я прямо, кстати, в тот момент и поняла, меня поднапрягало, что нигде под постами, нигде, там, не знаю, под ютубом, никаких постов своих у себя, вот, как бы, в аккаунте или где-то. А Женя никогда не говорила, что она, да, я знаю, они вот плохие, вообще козлы украли, я знаю Лену, я знаю, я внутри была, никакой поддержки от нее не было, но я же не буду давить заставлять, ну, как бы, хочет нейтралитет занимать, ладно. А вот здесь вот, когда мы начали снимать сериал, причем я помню, что когда мы только начали его снимать, а я рассказала, она сразу сказала, ой, наверное, ты заходил, зачем тебе это надо, не вороши, она вот все время мне вот так говорила, не лезь, уже отпусти ты это, а мне надо было, то есть я хотела, кстати, моя была идея, да, весь сериал снять, нам было скучно, мы, кстати, тоже на карантине его затеяли, да, и мы со скуки наснимали вот этих, сколько серий уже? Десять. Десять, ну, короче, вот все это мы затеяли на карантине, и она постоянно мне говорила, зачем тебе это надо, ты ворошишь, ворошишь, ну, прошлое, лучше забудь, отпусти. И вот в этот момент я говорю, Женя, мне важно, чтобы ты снялась, я не буду говорить тебе, что говорить, ты просто сядешь, мы зададим тебе вопрос, и ты скажешь, как было, свое видение, возможно, там что-то там, у тебя какая-то своя точка зрения, никакой цензуры, ничего, ты просто должна сказать, что ты была, участвовала, ты знаешь, как это проходило, вот это все рассказать. И под моим давлением, она согласилась, она сказала, я пойду помою голову, потому что я там нехорошо, накрашусь, приду. Ее не было, по-моему, часов 5 с половиной, а то и больше, реально, то есть, я уже, а я хожу, мы снимаем, там снялся девочки, там все это длинно, процесс, это всегда какой-то такой, съемки видео длинный, муторный, ее нету, ее нету, я ей пишу, ты где, она не отвечает, я реально начала думать, что она не придет. Она пришла, спустя 5 с половиной часов, что-то там рассказала, то есть, я думаю, это были вот эти метания, страхи, я не знаю, идти, не идти, вообще сбежать, что она делала, 5 с половиной часов. И все, мы ее посадили, сняли видео, она волновалась, она плакала. При этом, да, при этом в видео написали, ты давишь на Женю, Дима давит на Женю, хотя Дима вообще не давил на Женю, вот кто давил на Женю. Больше скажу, Дима не давил на Женю, и мы вырезали ту часть, где Дима немножко на нее давил, где как бы выглядело, как будто она под давлением, я говорю, не, отрезаем, отрезаем. И вот эту вот часть обрезанную, мы выложили, и нам написали комментарий, да, она врет, посмотрите на нее, она врет. И я помню, я везде, да вы что, офигели вообще, там, я же ее защищала. Я была рада, что она пришла все-таки снимать это видео, свою точку зрения, рассказывать. И, ну, как мне казалось, ради дружбы она это сделала, не знаю, что мне казалось, блин. Или через день я приехала на работу, мы его смонтировали, выложили, да, я приехала на работу, и так как бы, между прочим, вот я помню, там, момент этот в Залипаловочной, то есть, это как бы, как бы, где девочки чай пьют, она сидит, что-то кушает, и я собираюсь уходить, я здесь была весь день, я уже в шлеме велосипедном, я собираюсь уезжать домой, и она говорит, Лен, у меня к тебе есть разговор, он довольно важный. Я говорю, давай, я говорю, я сажусь, давай. То есть, какой-то разговор, я говорю, все, давай тогда разговариваем, говори. Что ты хотела сказать? Ой, нет, потом, сейчас я не хочу, я просто тебе сказала, я говорю, блин, если ты сказал важный разговор, значит, я хочу знать. А у меня за эти вот пару лет накопилось, то есть, когда она говорит, у меня есть разговор, ну, было такое, то есть, мы общаемся, общаемся, все нормально, потом я приезжаю домой, и вечером мне приходит смс, это человек, который любит написать, то есть, написать, что-то такое, что, с чем она не согласна, еще что-нибудь в глаза сказать, ну, сложно, видимо, было ей. И вот тут опять такая же ситуация, я говорю, нет, я вот она, я осталась, я отложу, давай разговаривать. Мы с ней вышли на улицу, и она мне говорит, ты знаешь, я хотела тебе сказать, но боялась, что на самом деле, я с ними встречалась. С ними с кем? Давай. С ними, это все партнеры, которые нас кинули, которые организовали, вот это вот, не знаю, рейдерский захват наших филиалов, то есть, она мне говорит, мы были, в квартире у Даши Остин, у нашего маркетолога, там был Богдан, там была Куцуволова, там была Старшинова, и они обсуждали, как они будут это делать. Я говорю, я вот, я помню, я прям сказала, я говорю, Женя, ну ты и сучара просто, ну, ну просто ты, вот какое-то такое слово, вот я прям испытала, вот такую вот, мне это, это говно надо было выплюнуть, прям, вот этот момент такой, я говорю, вот ты просто, ты просто, вот как тварь, то есть, все эти годы, у нас не было доказательства того, что они собрались, сговорились, и вот это вот все организовали. Мы думали, мы вот по каким-то писулькам отрывочным, мы понимали, что вот они сговорились, там. В тот момент мы думаем, может быть мы дебилы. Да, то есть, ощущение, вот может быть мы передавили, мы иногда думали, что вот, может что-то, нет, так люди не делают, как бы там не был человек недоволен, он выходит на обсуждение конфликта, и говорит об этом, он не собирается где-то кучкой, и за спиной не обсуждают, как они все одновременно. Одновременно, да. Да, апреля, я не помню мая, они все одновременно, уже украв базу, вот это все сделав, они просто нас кинут. И Женя, мой друг, два с половиной, или сколько времени прошло, года, она об этом молчала, вот просто мне было, мне охота было вот, блевануть вот от этого. Я говорю, просто ты, говорю, вот просто тварь, так не делается. И тут же думаю, ладно, хер с ним, она же просто боялась, она была под давлением, она же все равно с нами осталась, и как бы, короче, я не знаю, что я думала, и на самом деле, я даже думала не говорить Диме об этом, потому что, я реально все время ее оправдывала, я реально, вот как знаете, у меня четко сидит вот это вот, в Новую Зеландию, когда люди едут, летят 24 часа, они туда прилетают, и ждут чего-то вообще нереального, а там херня, как с Мальдивами, кстати. И они начинают оправдывать этот свой поступок, и говорить, да, так красиво, все прилетаете, здесь так классно, то есть ты сам оправдываешь свою ошибку. Женя была ошибкой моей с самого начала, то есть она как партнер была слабая, там что-то вот она не оправдывала моих ожиданий, каких-то вот этих, вот все оно накапливалось, и я все время ее оправдывала уже как будто из принципа, вот я об этом думала спустя время постоянно. И вечером, я помню, мы гуляем с Димой собаками, и я как бы между прочим, ему об этом сказала, ему просто сорвало крышу от этого. Я вот помню свое ощущение, я была возмущена, но я потом думаю, ай, да хрен с ним, ну просто слабая, ну просто вот она как бы туда попала, потом она не нашла смелости в себе сказать мне, разорвала отношения с ними, осталась со мной, и как бы вот я вот так ее оправдывала. Потом я ей потом писала, я спрашивала к Жене, а вот смотри, вот момент, вы собрались вот там в квартире, выпили весь вечер в вино, как потом оказалось, это обсуждали, там смеялись, там вот это все. И ты, выйдя оттуда утром, там не знаю, ночевала она у нее, прилетев, прошло несколько дней, пока, то есть она мне как объяснила, хороша ложка к обеду, то есть я об этом знала, но я как-то сразу побоялась, а потом ты сама узнала, и я побоялась тебе сказать, что я знала, и все эти годы я мучилась, вот так вот она мне объяснила, я говорю, вот эти дни, в любой из этих моментов ты могла написать, Лена, заговор, там заговор, защитись, ты сейчас останешься просто у разбитого корыта, вы столько лет там это строили, и сейчас у вас все заберут, ты могла в любой момент меня предупредить, ты, не знаю, со мной общалась, ежесекундно, постоянно я на связи, почему, то есть вот эти вот, ее вот эти глаза, с красными венами, она, видимо, плакала постоянно, и переживала за этой ситуацией, и я ее, я говорю, ладно, хрен с ним, это все уже так давно было, я вот реально, два года прошло, мне так надоело этому солить, и вылезло это говно, я узнала, что у человека есть еще одна слабость, о которой она боялась мне сказать, я ее тут же ей попростила, думаю, хер с ним, вот все, уже все, и Диме, когда я об этом рассказала, у него на это сразу была другая точка зрения, блин, я даже не подумала так, как он, потому что мы с ним совершенно по-разному мыслим, я думаю, ты должен рассказать, помнишь, вот эту вспышку злости, так как мы это видео уже выпустили, порезанное, и даже он ей сказал, все нормально, ты остаешься, мы снимаем видео, мы продолжаем тебя пиарить, все, ладно, мы тебя простили, я так ее защищала, что ты даже, вот помнишь, смягчился и вот это все оставил, а ты что испытал? Когда она мне это сказала, я понял одно, что это предательство, я понял, что это однозначно не, ну как бы, сто процентов предательства, как бы под каким соусом не было подано, я понял, что этот человек, он агрессивно враждебен к нам, сто процентов, и единственным, естественным желанием моим сказать все, никакая она не партнер, я просто ее уничтожу, я сделаю все, чтобы она просто, ну она голову поднять не сможет, это была ярость чистейшая, просто максимальная, и ярость, и обида из-за нее, потому что все это время, этот человек находился рядом, а Лена ее защищала, каждый раз, у нас были даже конфликты, когда я говорю, все, Женя, ну вот максимум, на что я готов был принять Женю, я говорю, все, я не просто, я не буду влезать в ваши отношения совсем, общайтесь, а она все время обвиняла меня в том, что я распугал всех ее подруг, все ее, я настолько деспотичен и строг по отношению к ее окружению, что девочки не могут жить рядом со мной, общаться рядом со мной, и в итоге она говорит, а вот Женя мне нравится, она хорошо, я говорю, окей, я уважаю твой выбор, но в этот момент я понимаю, что моего самого близкого человека очень сильно предали и обидели, и самое интересное, что она это проглотила, а Женя вышла с инициативой, она говорит, я хочу снять видео и рассказать обо всем, она на этом настояла, вопросов нет, мы снимаем видео, которое вы просмотрели в прошлый раз, это прошлая серия, где я, в общем-то, ну, особо не сдерживал своих эмоций, и особенно я не сдержал их в конце, ту часть мы вырезали, где я просто размотал ее в пух, то есть я уверен был на тот момент в конце съемок, что ничего не будет, абсолютно ничего, я ни за что и никогда не прощу этого человека. Лена сказала по-другому, ну, давай попробуем, давай вот, я говорю, ну, ладно, мы выпускаем эту серию, если аудитория скажет понять и простить, ради бога, но я, я все, для меня этот человек исчез, мы пускаем опрос, выпускаем серию, выпускаем опрос простить-понять, естественно, все вы добрые люди, вы пишете понять и простить, и тут появляется Богдан Куцеволов со своими скриншотами, они появятся здесь сейчас на фоне, можете поставить на паузу, почитать, но если резюмировать все, Женя злорадствовал, что наконец-таки сейчас я эту Нечаеву растопчу, мы отключим, мы их уничтожим, и ее конкретно. Нет, просто мне придется снова там сидеть и передавать некоторые вещи этому Ивану, и телеграмм иногда будет нужен, но там все чатики. Ну, как только уйду я, потому что, ну, они не боятся, что я там буду базу или что-то такое, вот, поэтому я буду спокойно передавать Ивану там этому дела директора, он же будет и директором, вот, увольняться там и все такое, а остальные будут работать, потом я ухожу, и они тоже скажут, что уходят, потому что, ну, им не дадут отрабатывать, так они хоть там немного, хоть копейку заработают. При этом этот человек смотрел своими коровыми глазами в глаза моей любимой, но наивной жены и признавался в вечной верности. Для Лены это, конечно, был стресс и шок. Расскажи, пожалуйста, что ты чувствовал в тот момент. Я помню, что, короче, это были выходные и мы с подружками поехали в Новороссийск, ну, там, на Брау-Дюрсо, на озеро, короче, мы поехали просто отдохнуть и я, больше того, я звала ее с собой. Она, что-то не смогла, не помню, не поехала. И, я помню, мы приехали в гостиницу, заселились посмотреть Телеграм, надо посмотреть. Я залезаю и понимаю, вот там вот это, и там уже срач идет, там уже все в ужас приходят от того, что там написано. Я помню, я такая села, со мной была моя подружка Аня, которая просто спасла меня в эти выходные, она работала аниматором, она меня развлекала, так, что я на второй день вообще расслабилась. А в первый день я просто как в прорубь опущенная. Такого я не ожидала, вот правда, никак я не ожидала вот того, насколько двойное дно, тройное дно у этого человека. То есть, когда, и больше скажу, потом я опять думала, если бы в тот момент, когда она мне сказала, Лен, я с ними встречалась, и вот не ограничилась бы вот этой полуправдой, вот то есть, нету, нету смелости сказать все как есть. То есть, все время какие-то полуправды, недоговорки, то есть, вот она из этого состоит, получается. Если бы она мне сказала, Лена, я тебя и Диму вообще терпеть не могла, мы так долго общались с девочками, они показали мне вашу другую сторону, я вас ненавидела просто, искренне считала вас тварями и мудаками, и мы реально все вместе там в сговоре были. Потом так получилось, что я не могла уйти сразу, она же ждала, она должна была полгода отработать, чтобы я вернула ей миллион, который я не должна была возвращать на самом деле. Напомню, потому что она внесла миллион для того, чтобы стать партнером, 10 месяцев мяла яйца, ничего не сделала, и мы этот миллион ей вернули в полном объеме, хотя, то есть, она когда сказала, ой, я подумала, что я хочу выйти, то есть, она там условно разрушила студию изнутри и решила выйти, да, как Дима и говорил, а я говорила, это же Женя, она же старалась, давай вернем ей, и вернула ей из своих денег его. Очень интересный скриншот на тот момент, когда она приняла решение выйти. А скриншот выглядит следующим образом, я что-то типа, я надавлю ей, я ей надавлю на слезу, по-другому она не отдаст. Да, да, она же изучила, то есть, когда она мне говорит, а она потом говорила, кстати, что, да мы не были на тот момент, друзья, ну ни хера себе, мы уже год общались, вместе работали, она внесла деньги, мы каждый день общались, здесь было много очень общения, и в гостях, и у меня, и там, и муж, я, и все. И в это же время, когда я просто убитая, я там плакала, я злилась, я все эмоции ей свои рассказывала, она сидела, меня слушала, и тут же сливала все это в чат, и там с этими людьми обсуждала, как именно сильнее на меня воздействовать, чтобы эти деньги, как бы я быстрее ей отдала. Ну, так вот, у нее было полгода до того момента, как я эти деньги верну, потому что, ну, я еще раз напомню, у нас выключился денежный поток настроен, у нас просто не было денег, я начала очень активно много вести вип-адвансы, и как бы с этих денег, я ей потом их отдала, но я сделала условием, что полгода, потому что она порывалась, типа, отдай мне деньги, я уйду сразу, вот так было. И за эти полгода, как она потом мне объяснила, я думаю, так и было на самом деле, за эти полгода, постоянного общения со мной с Димой, она поняла, что на самом деле, она тогда ошибалась, и вообще-то я не знаю, что в ее голове, что она там поняла, я не знаю, что у нее в голове, там просто каша. Короче, за эти полгода она передумала, она вышла из чата, с вот этими ворами всеми, перестала полностью с ними общаться, и действительно полюбила меня, и начала считать нас нормальными, честными людьми, и осталась с нами работать, и даже спустя еще примерно полгода, или год, я не помню, я сейчас с датами закутываюсь. Нет, нет, она практически через, да, еще через полгода, она выкупила, выкупила, то есть она реально внесла деньги, и за студию, то есть она реально по-настоящему, осознанно решила с нами работать, потому что она поняла, что те уроды, с ними общаться, и дружить, и работать она не хочет, а мы нормальные, с нами можно общаться, и дружить, и вот если бы она все это, вот так сказала мне, я бы вот в тот момент позлилась бы, но я бы, и ты бы, больше того, если бы вот так вот честно бы сказали, ты бы понял, может быть ты бы с ней не дружил, но как бы ты принял. Но я бы, однозначно, не было бы никакого разрыва, ну, Errarum humanum est, есть такая поговорка, которую я люблю придерживаться, человеку свойственно ошибаться, и я прощаю абсолютно все ошибки, если человек искренне в этом раскаивается. Да, а здесь вот это вот, ну ладно, я выдам вот эту полуправду, и я так постараюсь сказать, чтобы и те не разозлились, они же наверняка на меня имеют компромат, и эти два дебила тоже. Нет, нет, она выдавала правду прям так, чтобы те разозлились, и собственно говоря, Богдан Пуцеволов и разозлился, и слил это все. Нет, я говорю, когда она первый раз согласилась снимать видео, самое первое, простое видео, она полуправду какую-то там, ни вашим, ни нашим, а потом, когда она мне призналась, что она на самом деле с ними встречалась, и я говорю, Женя, ты пи***ь, просто это жесть, если ты после этого не скажешь правду, как было, то, ну как бы, я не знаю, как я могу продолжить там с тобой вообще общаться, дружить и так далее, и она сама проявила инициативу снять вон то видео. И в этом видео она уже вот их всех сдала, и себя замочила, и видимо она, может, забыла, что она там писала, или что, я не знаю, короче, если бы она мне сказала вот, все как есть, я бы позлилась, и ее бы простила, мы бы в видео это сняли, и забыли, и не было бы вот этих компроматов. То есть, у врагов ее, не осталось бы рычагов на нее, если бы она просто мне все рассказала. Я не знаю, что у нее в голове, у нее сыр в голове. Из этого урок, который я этот урок усвоил давно говорите всегда правду правду говорить выгодно всегда будьте открыты по отношению к своим клиентам никогда ничего не скрывать еще раз у нас стеклянная вот здесь стена именно для того чтобы любой человек мог прийти и посмотреть а действительно ли у нас условия такие как мы декларируем а действительно ли мы делаем сами все они покупаем где-то все ли действительно так мы дорого очень врать очень дорого врать и я уверен что куцеволова она очень сильно жалеет о том поступке которую она сделала потому что тот медийный удар который она получила то 3 под репутационный удар который будет очень длящийся сейчас она получила медиа врага с деньгами который будет просто при каждом удобном случае когда спрашиваю когда слушайте куцевого у вас же училась эта тварь ей не верить потому что она рейдерски захватила студии сейчас студия это стоит ну блин ну миллион ну два потери которые она получила из-за этого они колоссальные она могла просто выйти короче не брите не воруйте и всегда говорите правду это тот урок который я для себя выяснил еще выяснил один урок людям верить нельзя но даже несмотря на то что масс много раз обманывали предавали а все равно каждый раз нужно делать над собой усилия и открываться людям иначе какой смысл жить постоянно затравливаясь затравлено озираясь и думаю что тебя могут передать лучше потом пожалеть но как бы у нас уже появилась такая мозоль каждый раз нас передавали мы такие ну окей да я не могу сказать что в этот раз это меня прям убило подкосило нет я просто я как будто вся грязь стряхнула какую-то и мне прям хорошо стало то есть я и так решила не работать в принципе с ней да но я бы продолжила общаться потому что ну татуаж это то что нас объединяло на самом деле у нас не было общих хобби каких-то вот прям чтобы мы вот такие прям подружки подружки а после того как вот то что я рассказала про ее плати аренду там за расходники то 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 и вот это все ну вот так вот по нарастающей и я вам больше скажу момент то есть знаете как у нас было раньше когда вот бы мы были партнерами по сути был партнер дима и все остальные люди а я была ну какая-то медийная такая вот личность между ними вот метающиеся не знаю как себя описать уже я постоянно приходила отчитывалась то есть вот там ддс сделан вот там у нас такие-то траты там троллевая ддс это движение денежных средств один из видов управленческой отчетности который вам как предпринимателям нужно вести я ремарку да обязательно потому что я очень далека от финансов вот реально прям это моя боль я не могу себя заставить считать мне это просто я ненавижу это а уже неплохо получалось считать у нее какое-то прошлое было вот такое где она что-то под ну как бы с этим работала и Женя делала ддс для димы он их проверял и у них периодически возникали возникали какие-то конфликты что там непонятно она объясняла как бы все нормально а конфликты были по поводу там вот просто быта студии допустим то есть Женя постоянно мне говорил я больше не могу он так давит на меня он хочет я боюсь ему написать там на 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 то есть вот это вот все то есть я не хочу с ним работать вот это вот постоянное и в какой-то момент мне сказал я тоже не хочу с работать вообще она не слышит мои идеи она не понимает что я хочу то есть я не буду с ней работать возись в этом сама вообще вот в этой рознице возись сама и с этого момента довольно длительное время Женя делала ддс а я их не проверяла просто реально каждый месяц займ нужен еще займ нужен я теперь знаете я вот просто когда человек настолько глубоко закопался настолько брехлив оказался я не верю ее ддс я не буду их проверять я как бы скинула это всего просто я для себя вот так галочку поставила что я не верю ее вот этим финансовым отчетом когда она говорила о том что студия постоянно убыточная да еще да еще надо вот еще авансы да еще потом выплатим что-то корочка эта каша была плюс важной частью облика Жени Якушкиной является еще и то что она требовала вернуть деньги и она мне кстати вот вот прямо до того за небольшой срок до того как мы расстались она мне написала я никогда не просила у тебя вернуть мне эти деньги это была твоя идея еще типа того я говорю подожди-ка я и тут же скринов накидала из нашей переписки где она мне постоянно писал ну и когда же ты вернешь у меня папа болеет ну а когда же ты мне вернешь а может пораньше ты мне вернешь но вот и ты же вот уже обучаешь у тебя уже есть деньги я вижу как бы идут но верни мне и она подзабыла прикол в том что она была партнером ну как бы не юридически но она реально управляла студии в краснодаре 10 месяцев в момент распада она была руководителем и здесь я помню был когда ваня костюк наш партнер маленький промежуток был и он ко мне подходил и говорит девочка там одна у нас работала алёна она меня повела туда где нету камер и она мне говорит сказала что женя якушкина подговаривает всех студии уехать с ней в москву и работать там со старшиновой в большой московской студии то есть она прям реально водила по одному куда-то тут и вот со всеми с ними об этом говорила я помню я возмутилась это просто невозможно было я это порубило эту девочку я сразу пошла отсюда нахер потому что как так потому что женя детектор лжи прошла ты помнишь время попросить прощения у кого у девочки а кстати да алена если ты будешь смотреть это видео я была не права но надо было просто подойти ко мне сказать и рассказать как это есть я не понимаю вот этих каких-то через ваню в темном уголке чего ты боялась если это правда поэтому когда все это шушуканье какой-то по углам я сразу не верю то есть ты ко мне подходишь и говоришь так и так я призываю задумаюсь хотя это конечно сложно взять подумать про человека которого ты считаешь хорошим и другом своим что он просто тварь и мразь было еще у меня сообщение я его найду марианна маслова один из наших мастеров который в то время работала с нами она после выхода видео движения не помню какой части она мне написала вот такое сообщение огромное нагляд лен я работала в это время я знаю что она водила реально тут у нас рис она прям брала мастеров туда водила и говорила им мне не говорила потому что я местные сто процентов не поеду в москву а всем кто там нету корней каких-то детей родителей так далее она прям их водила и об этом говорила и она как я точно знаешь это было я ее реально переубедила даже можно сказать марианна когда нет это просто они наврали они там вот это все короче я была настолько уверена в ее честности что я это все отмела было много звоночков я найду эти скрины повешу просто я чтобы вы поняли как бы глубину вот этой сволочности человека она разрушала студию изнутри она раз она развалила коллектив я на самом деле тоже наверное можно немножечко передание дубовик извиниться потому что я считала что это она вот с этим кислым лицом с этим недовольством внутри вот она здесь работала она постоянно в каком-то вот этом и она попросила вернуть деньги она же была хотела стать партнером мы ей сразу вернули она ушла и я думала что она изнутри вот это отравляла а на самом деле это была няня это было женя и она создала вот эти условия когда люди видят что я типа партнер я типа с ней дружу а женя говорит здесь совершенно другое она говорит что мы вообще уроды мы всех кинем и плохие там и реально когда пришел ваня бедный ваня он пришел в студию полную мастеров и через там неделю они все ушли вот просто чтобы вы понимали реально не осталось работающих мастеров просто я ухожу я ухожу это там лёша стане ушли открыли свою студию дубовик ушла самый как бы костяк дорогих мастеров хороших на которых мы тратили много времени ресурсов остались только совсем новички которых мы как бы сразу набрали обучили они работали долго еще с нами но просто ваня пришел в студию которая вот так развалилась, никто не хотел с нами работать. И я думала, блин, как это возможно? И это была Женя, которая тут же хотела забрать свой миллион, и она мне говорила, Лена, я столько работала, я создала такой коллектив хороший. Это не я, я не понимаю, почему они все уходят, как бы это не моя проблема, но ты должна вернуть мне деньги, у меня папа болеет, мне деньги эти очень нужны. И плюс то, что она обсуждала за моей спиной, срала, и комментарии, все это повесим, обязательно вы сможете их перечитать и осознать глубину. Просто я сейчас рассказываю, мне просто блевать охота, вообще до того противно. Знаете, в чем прикол? Когда я все это узнала, я была в Новороссийске, напомню, со своими друзьями, она начала мне названивать ночью, мне полились звонки от нее, от ее мужа. Они, видимо, что-то хотели объяснить, естественно, я не собиралась с ними общаться, потому что вот просто мне все объяснили эти смс-ки, ну вот, которые подкидывал Богдан. И, кстати, то, что это был Богдан, это сказала Якушкина здесь девчонкам, которые еще работали. Она говорит, я знаю, это был Богдан, там замылено и от какой-то Жанны, или от кого-то пришло. То есть, спасибо Богдан, что я могу сказать. Я написала даже спасибо, я не знала, кто это. Так вот, она названивала, ее муж названивал. Я взяла паузу, потому что мне надо было подумать, как себя вести. Меня не было два дня, субботу, воскресенье. Я вернулась и она мне накатала письмо такое. А, я вернулась, говорю, давай встретимся. То есть, я приду в студию, придут девочки, все, кто работал на тот момент, весь коллектив оставшийся. Мы снимем видео, ты объяснишь на этом видео, как это все происходило, какую-то свою версию дашь. Объяснишь девочкам, потому что они не знают, что делать. Я ей сказала, что я не буду забирать все, потому что она реально внесла деньги. Дима тут со мной абсолютно согласился. То есть, мы могли просто опечатать студию, опечатать все счета, доступа ей к ним не дать, и просто пендаля под жопу дать, потому что она это заслужила. Но мы оставили все, оставили все предоплаты, все финансы. Я просто в понедельник, вернувшись, я вышла из ООО. Она осталась единоличным собственником, как правильно сказать. Ее муж директором в этом ООО. Я сказала, я с девочками встречусь, объясню им свою позицию, потому что они все это увидели, они в чате были, читали и писали мне. Но я не отвечала, я думала, что делать. Женя сказала, что я с тобой иметь ничего общего не буду, но ты должна коллективу объяснить, почему, как, что-то сказать. И кто-то из девочек мне написал, что она, пока меня не было в воскресенье, приходила и уводила из-под камер куда-то в уголок, что-то пыталась объяснить очень тихо, чтобы не было слышно там из соседней камеры, не знаю. А мне она сказала, я заболела, я не могу прийти. Ладно, хер с тобой, я и не ждала, что она придет. Вот в этот понедельник мы встретились, я девочкам все рассказала, все как есть, что я не буду заниматься розницей, что как, вот я сказала, что ей отдаю, я ей все и отдаю, все счета, все у нее. И девочки либо остаются с ней, но они должны знать, как это все происходило, они были в растерянности, какая-то часть сразу ушла, какая-то часть еще какое-то время с ней работала. Важный момент, естественно, я сказал, что у этого человека не будет возможности использовать товарный знак. Да, она получила активы и базу, но при этом товарный знак я оставил, и возможности использовать его не дал. И второе, это то, что Саша тоже ушла, она, естественно, не стала работать с этим человеком, Саша Кузнецова. Да. И я передал всю базу Саше и сказал, Александра, берите смс-рассылку, забирайте себе всю базу. И это, конечно, было очень правильное решение, потому, что в этот момент часть клиентов просто ушла к Саше и надеюсь, что Женя тебе привет, надеюсь тебе и кается сейчас. Ой, там Алик истерил, что-то такое было. Алик и тому Женя, ладно. Не-не, подожди, я про Сашу расскажу. Саша с нами 9 лет, да, примерно, то есть с самого начала работы студии. И как только она об этом узнала, она еще даже не знала, как там будет, она просто сказала, я с ней работать не буду, я уйду в любом случае. А Саша, ну она прям, девочки все хорошие оставались, но всех необъятные не объединили, но Саша это прям, она такая родненькая. И я ей сразу нашла работу там в хорошем, очень дорогом салоне красоты, с медлицензией. И Дима отдал ей базу, и у Саши, ну слава богу, все хорошо. А остальные девочки, они остались работать с Женей, какое-то время работали и потом разбежались. И, наверное, это надо их спрашивать, почему, но ничего хорошего не рассказывали про нее. Прям плохо все. Да, в итоге бывшая сотрудница Настя Клемешова сейчас работает тестировщиком. Если вы придете на экскурсию, ну прямо сейчас, наверное, она будет работать. И здесь у нас как мастер, который тестирует пигменты. И у Саши Кузнецовой, которая открыла свою студию филиал реброуми и школу татуажа Елены Нечаевой, если вдруг вы хотите обучиться в Краснодаре. Саша здесь проводит обучение. Честнейший, талантливый мастер. Мы настоятельно рекомендуем обучаться только у нее. Она прекрасный специалист. Ну и прекрасный человек. А к Жене мы не рекомендуем ездить. Хотя мастер, она, в общем, хороший. И, наверное, как тренер хороший. Но с точки зрения внутренности, это такой дорблю оказалось. Кто-то любит дорблю. Кто-то любит дорблю. Любите дорблю, приезжайте к Жене Якушкиной на мастер-класс. Погнали дальше. Что-то мы здесь заживало тебя. Знаешь, это тема, о которой больше всего спрашивают на самом деле. А как вы расстались? А что там было? А какое ваше мнение? Мое ощущение, что мне очень хотелось помыться после всей этой истории. Рот прополоскать. Из кожи смыть эту всю грязь. Да, сейчас мы расскажем про лучшего мастера в нашей стране по волоскам. Про Анну Куцеволову. Мама, я помню, что мы шли с Леной гуляли в этот же ковидный период. Я говорю, слушай, ну Куцеволова объективно лучше тебя. Сейчас Куцеволова делает работы лучше, чем ты. Ее закусило это очень сильно. Ее прям затригерило это. Она говорит, да нет. Я говорю, слушай, ну я тебе говорю как есть. Она сильно выросла. И Куцеволова как мастер реально была лучше, сильнее. Лена, все. Лена какое-то время ушла, что-то начала рисовать. В общем, ее это запустило. И она решила сделать новый продукт, который называется сейчас как у Ленки. Она расскажет, наверное, его историю и расскажет. И почему сейчас? Я считаю, что, наверное, Лена входит в тройку лучших мастеров в мире по перманентному макияжу, особенно по волосковой технике. Опять-таки, моя максимально трезвая оценка. Представьте, что я говорю, что враг номер один, условно, он делает работы лучше. И тут сейчас я говорю обратно, что моя жена объективно сейчас one of the best. Расскажи про Кокуленки. Вот ты меня взбесил, когда просто живешь. Просто сравнивай меня с этой мразью. Это вообще просто. Но он был прав, потому что я не была практикующим мастером. То есть я реально не работала. То есть человек, когда работает каждый день с утра до вечера, у него, естественно, лучше работы, потому что их просто больше и нарабатывается опыт. И меня это взбесило, когда начались послабления. Да, я рисовала много. Я, в принципе, не-не-не, я хотела сказать, я в принципе всегда рисовала много, но нет. Периодами я вообще забрасываю это все дело. Когда начались послабления, а здесь у нас уже шел ремонт, я начала летать в Москву. У меня накопилось много мужчин с алопецами, которые хотели сделать процедуру. Я начала летать туда делать брови. И я так подумала. Во-первых, мне не надо. Знаете как, все эти годы я делала так, чтобы техника внесения и рисунка на лице была максимально упрощена. Чтобы она была прям доступна людям, которые не умеют рисовать. Оттуда все эти схемы, расчеты, треугольники, вот эти все. То есть человеку, который умеет рисовать, вот как я Сашу учила на последнем видео, я ей просто объясняю. Она меня с полуслова понимает. Всё у неё получается идеально. Человеку, который вообще не умеет рисовать, надо упростить как ребёнку. И всё шло на то, чтобы сделать просто для обучения. Ну так же и для студентов, которые учились у меня постоянно. А сейчас у меня нету курсов, я никого не учу. Нету студии, нету розницы. Я не учу постоянно новичков или не повышаю своих же мастеров. Я прям вот этот груз с себя сбросила. Я подумала, почему я рисую вообще эти схемы. Мне не нравится рисовать. Никогда не нравились эти схемы, потому что они никогда не выглядели настоящими, живыми. Они выглядели вот как под копирочку нарисовано. И в эту сторону развивается основное количество мастеров сейчас. То есть они делают одинаковые абсолютно. Там никакой живости и реализма там вообще нет. Хотя там Куцеволова называет гиперреализмом. То, что она делает, это вообще не гиперреализм. Это брови одинаковые у детей, женщин и мужчин. Некрасиво. Короче, я не буду ее обсирать. Вы можете сравнить вообще в принципе. Кстати, ей рвет пукан, я вижу изменения. Она не спит, не ест, наверное, там пытается сделать все-таки, приблизиться к гиперреализму. Короче, я начала экспериментировать. У меня были мужчины, которые мне говорили, мне нравится, у меня появились брови. Ну, эти волосочки они такие длинные, они такие вот какие-то вот, а может тут как-то вот. И я помню, если мужик, который вообще не умеет рисовать, в бровях не понимает, говорит мне, что вот что-то вот хочется поживее. Я начала пытаться. И вот мужчина у меня был, который вот с такими гигантскими бровями, я на нем начала совершенно по-другому рисовать. И я поняла, что я хочу рисовать брови. Не схемы, не волоски, они вообще не важны, а просто брови. Это должны быть брови, которые не цепляют взгляд. То есть, ты глянул, ну, человек с бровями и все, и забыл про него. Это не должно быть что-то нарисованное, что хочет подойти и потереть, посмотреть, как это нарисовано. И я, ну, как ржач просто, как у Ленки. Я, наверное, сделала хэштег, как у Ленки. Мне очень нравится вот это развитие. То есть, я сейчас буду заниматься и женскими такими бровями, потому что, ну, на сто процентов у меня мужчины. И в этом я преуспела, как мне кажется, нормально прям так, да? То есть, в реализме мужских бровей. Получается, что всплеск вебинаров когда-то меня взбесило, что какая-то бездарность там, кого я считаю очень средним мастером, который вообще не разбирается в цветах. Она выпускает колористику. Я говорю, да вот что, серьезно? Она же вообще баран. Я выпустила колористику, которая всем порвала пуканы. Теперь все цитируют меня, преподнося это как свои мысли. Ну, она хрен с ним. Не дала заработать там и заработала сама огромные деньги. Да также и с кокуленками сейчас, чисто из спортивной злости какой-то я взяла и сделала вообще по-другому. И я уверена, что сейчас нормальные мастера, которые умеют рисовать, они будут пытаться уходить от этих схем и рисовать уже брови, которые похожи наконец-то на брови, а не на схемы и длинные эти бесконечные волоски. Да, мы готовим небольшой сюрприз для наших подписчиков. Он будет заключаться в том, что мы сделаем абсолютно новые модули. Это информация, о которой пока никто не знает. Те, кто досмотрел до этого места, вы теперь обладаете уникальной информацией. Эти модули позволят вам рисовать такие модули и технологии внесения пигмента, которые со мной поделилась Лена. Они позволят вам рисовать эти, как у Ленки, даже если вы не настоящий художник. На самом деле, я работаю над этим. То есть, идея такая, что максимально упростить и научить рисовать реалистичные брови просто всем, в принципе, мастерам. Даже мастерам микроблейдинга, даже парикмахерам. Но я не могу сказать, что это работает на 100%. Я всегда сцикую. Как бы я работаю над этим. А мы планируем осенью выпустить этот продукт. Поэтому, если вы не подписаны на канал, подпишитесь. Будет очень интересно. Я думаю, что это будет прямо революшн и революшн. А то, что я вижу, как меняет Лена людей, мне очень нравится. С мужчинами мне очень нравится. Более того, первым, кому она показывает изменения мужиков, это я. И она показывает. Я говорю, нет. Здесь это, опять-таки, не потому, что я эксперт. Ну, как бы я вижу это. Да. За столько лет он научился реально видеть. И реально он больно меня травмирует. Я же хочу, чтобы, вау, как круто. А он мне начинает, я считаю, вот здесь, вот здесь. Ну, как бы, а как быть еще. Если он реально соображает, ты каждый раз в точку. Подписывайтесь на канал. Мы расскажем, про как у Ленки отдельную, такой большой будет блог. И он будет очень интересен всем. Это сильно изменит отрасль. Я уверен, что понравится всем мастерам перманентного макияжа и микроблейдинга. Отберем кусочек хлеба у Бранко Бабича. У всех, короче. Всем понравится. Лена и я всегда очень скептично относились к оффлайн событиям, к оффлайн каким-то конференциям, соревнованиям и прочим. Но один из участников, мы даже сделали райдер, который там 10 тысяч долларов в день, пожалуйста, приезжать, лишь бы от нас отвалили. Но один из участников Андрей, вернее организаторов конференции, он был очень настойчив. Он просил участия Лены в прошлый раз. В этот раз он настойчиво требовал, можно сказать, участия. Причем вызвал уважение у меня. Человек, который не принимает отказов. Да, очень крутой. А мы, тем не менее, я напомню, мы все копим-копим-копим кейсы для эмиграции в США. И мы такие, блин, ну давай, ну давай, ну давай. Я ее упросил в итоге. В итоге мы поехали на Global Permanent. И что бы я хотел сказать, мы говорили об этом подробно, но мне понравилось. Это удивительно, но мне понравилось то, что можно увидеться вживую с людьми, пообщаться. Это прикольно и интересно. Такое оффлайн событие, мероприятие очень прикольное. Мне не понравилось однозначно, что это ярмарка тщеславия, куча этих кубков, куча этого всего лицемерия. Но, наверное, кому-то это важно, кому-то это нужно. Мне это однозначно не важно, не нужно. Это первая и последняя конференция, в которой мы принимали участие. Тем не менее, мы хотели сделать свое полезное событие какое-то, которое ламповое, очень интересное, которое в итоге сломалось на том, что Лена сказала, что я не хочу этим заниматься. И мы отменили в последний момент, все вернули. Но смысл в том, что конференции – это не наши. Лена, может быть, ты скажешь что-то свое в свои пять копеек. Конференция та прошла скомканно, потому что совпало прям с введением жестких карантинных мер, когда запрещено. Реально первый день конференции, а второй день уже запрещено. И пришлось все сгруппировать в один день, как-то скомканно. Забрали время, они дали сказать. Этот тамада дебильный, который выбегал и говорил, ну все, хватит, я тут какую-то вот эту фигню несет, мне не дает закончить. Как бы люди приехали за тем, чтобы информацию получить. Ну, это вот опять о том, что это больше, наверное, тусовка какая-то. Самада это, да. И я убедилась. Мне было приятно, безусловно, что, во-первых, прикол в том, что три первых места во всех категориях получили люди, которые ко мне подходили и говорили, я училась по твоим видео. Это классно, это офигенно. Потому что вот это мне нравится, это мне приятно, когда мне пишут отзывы или когда действительно хорошие мастера вырастают на вот этих видео, которые мы даем им для самообразования. Потом куча вот этой положительной энергетики от людей, которые действительно рады тебя видеть. Ты их не знаешь, они тебя знают и они рады тебя видеть. Это приятно. Но я не изменила отношение к конференциям вообще совершенно. И самое основное для Лены стресс публичных выступлений. Ей это не нравится. Мне это не комфортно вообще. Мне как бы все равно. Я не получаю удовольствия от публичных выступлений, но мне прикольно пообщаться с людьми, поинтересно. Она же не готова идти на такую жертву, она очень сильно волнуется каждый раз перед тем, как выступать. И ей это вообще не нужно. Хотя вот последнее видео мы выпустили, за 4 дня оно набрало там больше 200 тысяч просмотров. Такие публичные выступления, значит, ее не пугают. А вот выступить перед людьми, там 20 человек сидят, и она сильно переживает, и это напрягает. Я могу объяснить. Во-первых, я думаю, публичные выступления, они всегда потом со временем все легче, легче, легче. И, возможно, потом даже нравится, могло начать. Потому что с видео было так же. Мне было очень тяжело вначале, потом вообще сейчас все равно. Я снимаю видео. А во-вторых, мне все равно ощущение, что вот процедуру и прям все тонкости показать и все рассказать на конференции, но это невозможно. Все болтают между собой, плохое изображение, что-то идет не так. Вот это все херня. Да, да, да. Мы смотрели прямой эфир Святослава «Отче наш», который хороший мастер, реально хороший. Да. И у него кровят губы. Или там что-то идет не так. Это называется. И у него просто… Я вижу, что человек просто, мягко говоря, несчастлив. Что он сейчас в этот момент, в прямом эфире, на него смотрит столько людей. И он, в общем, ругался очень сильно. И именно поэтому конференция, мое отношение не изменилось. Я думаю, что может быть и надо ездить, чтобы показать свою продукцию. Но я никогда не забуду, когда я в Украине была на конференции, куда меня позвал подружка, что ли, не помню. И выходит вот это вот, такая кучерявенькая, красивое лицо всегда, такая приятная женщина. Какую-то рассказывает херню, просто вообще никому не интересную. Вот просто. Я не помню о чем. И потом она вот так вот говорит, а теперь вы можете пройти к нашему стенду и купить наши пигменты. Я думаю, блядь, это то, что я вот никогда не буду делать вообще. То есть никакой пользы. Просто она пришла рассказать. То есть люди заплатили, приехали из других городов, чтобы она просто сказала, идите купите мои пигменты, не дав никакой пользы. Да, короче, если вы едете на конференцию чему-то научиться, вас ждет разочарование. И нам приходили люди, которые приехали на конференцию и об этом рассказывали открыто. То есть они говорят, я приехал сюда, здесь херня, здесь ничего нет. Кому-то нравится, если я за то, чтобы ехать на конференцию, как потусовка, потусить максимум. Причем там приятные люди, классные. Мы познакомились, интересные очень, ну реально интересные люди. Но обратная сторона медали, это вы не получаете навыки, это лицемерие. То есть просто я сразу там, кто-то мне уже срать начал на одного спикера, кто-то за спиной на другого. А для меня это так, я так от этого далек. Я говорю, слушайте, все, меня об это не впутывайте, пожалуйста. И если вам нравится такой движ, бегом на конференции. Если нет, то лучше не надо. В 2020 году вышла книга. Книга называется «Татуаж без мандража». Вы можете купить ее по ссылке в описании. Можно купить как текстовую, как печатную форму с автографом Лены, так и электронную версию. Причем она есть электронная версия и на английском языке, она продается на Амазон. Но вряд ли нас смотрят сейчас носители языка. На Амазоне она называется «Panic Free Permanent Makeup». А в России, соответственно, он продается как «Татуаж без мандража». Книгу я не думал, что это такой страшный, жуткий геморрой. Мы потратили на то, чтобы от начала контакта с издательством, книга уже была написана. До момента выхода книги прошло 9 месяцев. Это очень долго и очень муторно. Мы выбрали «Эксмо» больших издателей, самых больших в России. И это просто жуть. Ну, в смысле, наверное, они делали все правильно. Но это мы так дико затянуто. Любое изменение – это неделя. Ну, в общем, если задумаете писать книгу, это жестко. Да, точно. Мы выпустили тысячу экземпляров. Сейчас осталось, наверное, штук 200, может быть, 100. Все практически раскупили. Дополнительного тиража, наверное, не будет. Но если вдруг у вас желание есть. Книга – это, кстати, тоже один из кейсов для того, чтобы эмигрировать. Потому что очень часто офицеры, которые рассматривают эмиграционные заявки, они смотрят, а что у тебя было? А, книга была. Ага. Выступление о конференциях. Ага. Что-то было. Интересно, что можно пощупать. Поэтому для нас это вот такая веха. Мы перевернули, пошли дальше. Я не знаю, но Лена сейчас расскажет, будет ли она писать книги про татуаж век и татуаж губ? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Именно потому, что мы, вот опять-таки, в карантин, мы решили стать максимально открытыми. То есть, если мы даем продукт, мы должны научить им пользоваться, людей. И огромное количество видео сейчас в процессе монтажа бесконечно. Потому что мы наснимали очень много. И просто надо отмонтировать и выкладывать. И когда столько информации, брать и читать книжку, для меня кажется маразмом. Дима говорит, что всегда есть человек, который хочет книжку, вот именно, бумажную взять. Но я не знаю. Если это будет важно для эмиграции, то можно постараться. Нет-нет, напишите в комментариях. Если вам нравится читать книги, и вы предпочитаете вот текстом вдумывать. Знаешь, почему плюс книги? Ты можешь так, не поняла, пересмотрела, перечитала. Ага, пересмотрела. Точно. Очень удобно перечитывать и переосмысливать. А на ютубе можно назад вот так, пересмотрел, пересмотрел. Нет, это и стоит. Ты лень, где-то что-то брак по звуку, где-то еще что-то. Это разные вещи. Ладно. Я не настаиваю, естественно. Я думаю, что это будет интересным опытом написать еще пару книг. Книга вышла. Мы, можно сказать, бесплатно ее отдаем в электронном виде. Она в 4-3 раза дешевле, чем печатная. Поэтому переходите, покупайте. Итак, это был 2020 год. Мы уничтожили нашу студию и построили заново наше замечательное производство. Мы максимально открыты и, более того, призываем вас требовать от производителей пигментов, которыми пользуетесь вы, если вдруг это не N.E. Pigments, покажите производство. Пригласите нас на экскурсию. Из чего вы делаете пигменты? Задумайтесь о том, что вы вносите пигменты в кожу ваших клиентов и что там вообще может быть? Какому риску вы их подвергаете? Задайте этот вопрос. Я уверен, что сейчас все производители пигментов делают это либо кустарно, либо вообще в подвале с пауками. Если они покажут другое, я буду счастлив, но я уверен, что большинство, если не все, кроме нас, никто открыто не демонстрирует производство. Потребуйте, я не говорю о том, что нужно работать только на наших пигментах. Пользуйтесь разными, но потребуйте у вашего, это ваше право, потребуйте у вашего поставщика, покажите видео с производством. Покажите видео с производством. Я хочу, чтобы индустрия, которая занимается производством пигментов, была максимально открытой, максимально прозрачной, максимально безопасной для вас, для мастеров, которые эти пигменты потребляют. Требуйте и давайте вместе требовать от производителей прозрачности, потому что это выгодно всем. И вам, как мастерам, у вас появится выбор не только покупать замечательные пигменты NE Pigments, а кого-то еще, и производителям, которые будут делать это, и какая-то конкуренция появится. Потому что я сейчас объективно считаю, что конкуренции у нас по качеству пигментов, по аналитике, по тому, как мы их готовим, как мы анализируем результаты, как мы экспериментируем с сухими миксами и прочее-прочее, у нас конкурентов нет. Если вы знаете конкурентов, напишите в комментариях вместе с доказательствами. Удалять комментарии мы не будем, мне очень интересно, кто же может с нами конкурировать. Я помню, когда еще у нас не было производства, а всегда хотелось вот этой стерильности, вот этой правильности. Помнишь, есть такая фирма Краска? И я подумала, а что если мы будем у них разливать свои? То есть, мы думали об этом много. Мы думали разливать на, есть такие, которые дают как бы свое оборудование, помнишь? Контрактное производство. Контрактное производство, но они огромные. Я помню, нам говорили, ну, потеря цвета одного там 8-10 литров. Потеря цвета, то есть, то, что в трубочках и на баках остается. И это, конечно, нереальные цифры были, особенно тогда. И вот я списалась, я помню, с этой краской. Они сказали, мы единственные, у них даже есть какой-то ролик, где тоже какие-то аппараты, что-то такое. Я говорю, ну, давайте я вот буду в Москве, я приду к вам, покажете мне свое производство, что там. Нет, они сказали, мы не пускаем никого на наше производство. Там много вот этой информации, которую конкурентам знать нельзя. Тра-та-та, короче, оно закрыто. Я помню это все. Я для себя сразу поняла, я не буду с ними работать, какие бы условия они мне не дали, потому что, ну, как это? Да, кстати, если вы мастер татуажа, если вам интересно контрактное производство, мы открыты, вы можете прийти и посмотреть на наше производство, поговорить с нами. Мы можем выпустить под вашим брендом на нашем производстве стандартизированном, стерильном, прозрачном максимально пигменты, за которые вам не будет стыдно. И попросим мы за это, ну, немало денег, минимальная партия от 10 тысяч долларов. Но, как бы, такая возможность есть. Вы имеете ввиду, что, если вдруг вы лидер рынка, вам не нужно строить свое. Мы произведем все за вас. А форма на контрактное производство есть в описании к этому видео на нашем официальном сайте. Welcome! Это была последняя серия, как начинала татуаж Нечаева. Нечаева татуаж, собственно говоря, уже закончила. И у нас есть, остались формально студии и школы, которые нам уже не принадлежат. Они не приносят нам дохода, но, тем не менее, используют наш бренд, а и находятся внутри системы. Если вы хотите стать частью нашего бренда, мы можем бесплатно вам дать пользование хоть школу, хоть студию, хоть управляющую компанию. Пожалуйста, заходите. Чем больше людей зайдут в эту структуру, тем дешевле нам будет ее обслуживать. Поэтому, если вам это интересно, тоже переходите в комментариях. В комментариях будет ссылка на то, чтобы оставить заявку по франшизе. У нас есть франшиза и она бесплатная. Вам не нужно делать ничего, кроме того, чтобы использовать наши пигменты. На этом все. Спасибо за то, что вы смотрели весь этот долгий и длинный сериал. Надеюсь, он был не слишком нудный и, надеюсь, что-то полезное для себя вы почерпнули. Верьте людям, но проверяйте и всегда подозревайте. Знаете, как говорил, надейся, кто говорил, я не помню. Надейся на лучшее и жди гадости. Вот я, наверное, рекомендую всем руководствоваться этим. И второе, это что бы ни случилось, бесспорно все к лучшему. Сейчас у нас нет напрягающей нас работы. Есть абсолютно вдохновляющая история с производством. Мы с Леной это обсуждаем. Нам интересно этим заниматься. Нам классно. Мы приезжаем, что-то миксы какие-то делаем, лазером щелкаем. Мне прикольно общаться с ребятами. Ну, это абсолютно новый, вдохновляющий и интересный процесс. ЗАФ-лаборатория наша просто разрывается от идей, которые тоже ей хочется внедрить. Потому что, как она говорит, я хочу с нуля организовать в России производство чего-то такого крутого. Короче, у нас куча идей. Мы их реализуем и сейчас, и в будущем. И нам это нравится. И на самом деле, может быть, негативный немножко сериал. Потому что мы в основном ошибки свои рассказывали, о проблемах своих рассказывали. Но у нас сейчас прям все очень хорошо. Вот прям отлично. Мы наслаждаемся. Да, мы наслаждаемся работой. ЗАФ-лаборатория у нас работала на американцев всю жизнь практически. И она говорит, я сейчас поклевать не отдавать ни часа рабочего времени пиндосам, как она говорит. Я так удивился. Я говорю, да, они мне дали очень много всего. Но я хочу, чтобы наши русские компании развивались. И она вот на патриотичной этой волне отдает нам свои ресурсы и внимание. За что я ей очень благодарен. Классная, очень умная, классная женщина. Если бы не она, вот этого фармакцептического практически производства не было бы. В описании к этому видео есть все ссылки. Есть отдельный канал, который мы создали для того, чтобы Лена могла рассказывать все тонкости. Не цензурируемо в Телеграм. А, да. Сейчас там 10 тысяч подписчиков. Переходите. В общем, полопатьте ссылки. Там очень много всего интересного. Все. Всем пока. Нам пора идти. Пока.